Испанцы, такие испанцы вообще. Так, у нас боевый дух что-то низкий. Нужно подождать немножко. Всё, ладно, сойдёт. Так, этих мы, конечно, сокрушим. Воу-воу-воу. О, да, отлично. Всё, меньше у нас расширения идёт, так что можно... О, я не защитник веры, оказывается. Господи. Ну ладно, потом. Боевый дух армии, конечно, не потом, конечно, сейчас. Ха-ха, конечно, сейчас. Потом будет потом. Всё, ладно. Блин, Кастилия, смотрите, сюда вернулась. Чтобы уплыть. А, нет, мы её сокрушили. Легитимность увеличится, либо престиж. Ну, конечно, легитимность, вы чё. Гадалки, не ходи. Так, и... Так, здесь территория мы отбиваем. Кто там ещё, кстати... А, ну всё, Испания где-то далеко, она устанет от войны и, короче, сдастся. Гениальный план Гошан. Просто гениальный. А мы пока пойдём ей тут навешивать. Сколько сможем. Так, да. Всё, деньги есть, мы идём в плюс. Ой, ёшкин-матрёшкин. Надо нам тут новые территории занимать. А я ерундой страдаю. Так, отлично. Тут у нас сунизм. Ёшкин-матрёшкин. Это может быть проблемой. Ну ладно. Так, давайте сюда перебросимся. Заключили союз. О, мы уже в троечку. Смотрите, мы уже тут в плюсе. Ну давай, перемещайся быстрей. Как долго перемещается. Ладно, потом разберёмся. Так, всё вы топаете. Правильно делаете. Сейчас мы тут территорию освободим. По этим пройдёмся. Кёльн, да? Ты у нас кто? Ты с нами, походу, как я смотрю. Кёльн? Опять, и Франция. Кёльн, ты что тут делаешь вообще? Ты кто такой? Неважно, кто он такой. Бранден Брунблумпфлумп. Это, по-моему, враги, да. Сокрушить врагов! Приказываю вам. Так, и кстати. Бранден Брунблумпфлумп. Надо бы его сделать врагом. Дабы у нас было больше плюшек за него. Так, Венгрию исключаем. И Литву исключаем. Бранден Брунбрунд. Объявляем войну. Ну, противникам делаем. И Франция уже здесь. Смотрите, освобождает территорию. Так, и ладно, в принципе. Кто нам там еще нужен-то? Кассилия. Помирание есть. Да, кстати, помирание надо еще сделать. Вот это, по-моему. Да, помирание здесь. Так. Изделяем их тёжи противниками. Прекрасно, прекрасно. Так, этих мы сейчас закрушим. Отлично. Класс. Плюс пять престижа. Шоколадку. Ну, и, конечно, надо с испанцами покончить, наконец. Конец. Так. И вот тут. Да, кстати, когда мы Крым захватили, сразу у нас тут в плюс такое большое пошло. Так, захвачена держава Испания. Ну, ладно, давайте освободим их. Так. Небольшой отряд оставим сюда. Хотя вообще мне не нравится, как я тут оставляю. Очень уж много получается. Давайте вот так, так. Вот это вот сюда. Так. Оу, раздать спор. Россия получит претензии или уладит. Держава Крым получит повод для войны. Да, пожалуйста. Не вопрос вообще. Так, здесь мы ставим несколько солдат. И какую-нибудь конницу, не знаю, наемную. Так. Все. Выбрать этот отряд и давайте по Миранию захватывать. Дабы... Дабы почему бы и нет. Воу, воу, воу. Что это у нас тут? Польша проигрывает маленькому отрядику. Вы что, прикалываетесь, что ли? Давай, дави их больше. Все, отлично. Так. Все. Походу Испания по полной схлопотала. Но недостаточно она схлопотала. Мы, конечно, Курск отжали. Это все круто. А, ну смотрите. Они, кстати, не против. Азов нам и Крым отдать. Ну, Кафу они не хотят отдавать. Я их понимаю. Кафу они, конечно, не хотят отдавать. Потому что там торговый путь. Ну, торговая точка. Центральная. Вот, видите? Бам. И вот здесь важно контролировать. Поэтому, конечно, они не хотят. Так. Дипломаты у нас есть. Все нормально. Еее. Истинная вера. Уху. Сибирская. Не, пусть сибиряки остаются сибиряками. Так. Где наш татармит его помирания? Здесь. По-моему, Бранденбург еще, да? Все, я не путаю. Бранденбург. Да. Давайте тогда. Вот так. Вот так вот. Отлично. Вот так вот. Это силишвибли дубли. Вот так. Вот так. Чтобы быстрее эту войну завершить. Так. Испания хочет. Вот, кстати, видите? Уже по-другому поет. Отклонить. Кстати, как у нас? Осталось войны-то пошло хоть чуть-чуть? Нет. Вообще, плюс 0,01. Это просто копеечки. Так. А мы, кстати, с Австрией воюем же, да? Нет. Не воюем. Так. Испания тут. Все здесь освобождается. Нам сейчас еще очков дадут. Желательно, конечно, кафу взять. Потому что это крутой регион. Ну и чтобы сразу тут совсем разобраться. Чтобы потом не беспокоиться на этот счет. Так. Давайте тут поможем Франции. И я думаю, надо отсюда сваливать. Вон там Франция уже просто дичайше оккупирует. Все штуки можно. А мы давайте отступать отсюда нафиг. Богемия. Богемия. Нет, нет, нет. Австрия. А, слушайте, да. С Австрией-то мы воюем. Если чё. Австрией мы воюем. Но не с Магинфлюблинфлонгом. Так. Все отлично. С Бостей мы улучшили отношения. С Арменией тоже. И давайте посмотрим. 200. Ёшкин, как Люшкин. Но они, конечно, не согласятся стать нашими вассалами. Да. Не хватает нам. Эти тоже не согласятся, конечно. Так. Польша. 180. Можем еще улучшить. Даже мы их присоединить, наверное, можем. Так. Литва. Швеция. И вот это вот важно. Династический брак. Давайте с ними союз заключим. Так. Да, видите, походу... Кстати, странно. У нас же с ними вроде был союз. Непонятно, в чем причина. Так. Здесь у нас... Блам-блам-блам. Видите, им очень хочется повоевать, походу. Но они никак не решатся. Династический брак есть. Сеять недовольства нет. Кстати, вот здесь вот... Можно посеять полотские, литовские крестьяне. Это все ерунда. Можно, конечно, с ними тоже династический брак заключить. Но зачем? Я не против повоевать с ними. А заключить с нами военный союз. Норвегия? А, ну да. Потому что они, типа, согласились, да? Ну-ка, и давайте еще право прохода вам предоставим. Хех. Так. Стоп. Все отлично. Прекрасно. Просто великолепно. Так. И здесь у нас все дорого. Очень-очень дорого. Так. Здесь мы воюем. Здесь мы все захватываем. Все. Шпилевили. Нормально. Сейчас вот эти территории отобьем. Испания тут немножко подустанет. Она уже недовольна. Видите, восстание. Ага. Восстание, значит, да? Сейчас мы тебе устроим еще восстание. Еретиков, да? Давай мы тебе еретиков восстание устроим. Заплатим тут немножко, но ладно. Зато у тебя будет там... А, Зофф и Крым. Гениально, Гошан. Вот это вот просто гениально. Так, давайте лучше вот здесь вот. Тут и дешево, наверное, будет. Да, конечно, дешево. Мисимо и Пермо. Смотрите-ка. Полемо, наверное. Да, Полермо и Мисимо. Ну, в общем, пусть будут у них восстания. Так, и надо обратить еще кого-нибудь в нашу веру. Вау, в Калуге-то всего-то ничего-то. За 22 месяца. Исправим привкус. Так, здесь надо... Ну да, сейчас мы отобьем территорию. Тут будет по проценту за каждое, я понимаю. А сами пока отсидимся. Вот-тють-вать. Так, Испания, потерпи. Сейчас, все. 15 уже процентов. Воу-воу-воу. Куда это ты тут приплыла, моя маленькая лошадка? Очков нам решил подарить? Спасибо, че. Я не против. Так, у нас восстания-то нет нигде. Не, нормально все. Да, точно. Мэн-то сюда пришел. Вырезай. И вот сюда давай тоже. Иди вырезай. Так. Испания! Такая, пожалуйста, пощадите нас. У нас тут восстание, все дела. Ща, погодите. Территорию отобьем сначала. Отлично. Воу. Советник. Видите, мы отжали эту территорию. Так, а чего у них тут? А, национализм. Он сейчас исчезнет. Нет, никакой вестернизации. Вы че, прикалываетесь, что ли? А вот это... Ну, хотя нам... О, елышкин матрешник. Сколько у меня тут очков-то уже, смотрите. Академия искусств. Но, с другой стороны, нам бы вот эту вот стоимость строительства, да, уменьшить. Так. И снижение инфляции за год. А что у нас высокая? Ой, да, вообще, не очень хорошая. А сколько у нас в год? 0,04, да? Так у нас она будет падать, получается. Да, так она у нас будет падать. Новых заемов, возможные советники, содержание армии, эффективность производства плюс 20. И тут стоимость снижения инфляции. Но, изменение военных традиций, это хорошо, конечно. Но вот эти технологии нам тоже не помешали бы. Кстати, стоимость стабильности минус 5% неплохо. Неплёхо, неплёхо. Но, нам еще очки нужны будут на национализацию, так. Так, так что вот это мы пока потратить не можем. Но вот стоимость зданий, это, по-моему, очень мы правильно сделали. Ну и снижение инфляции тоже нам административных очков сэкономит, как ни странно. Пусть она лучше падает, чем растет. Так же? Да, видите, теперь она у нас падать будет по чуть-чуть. Так что, ладно. Мы, кстати, в минус теперь пошли. Как ни странно. Но мы еще подождем немножко. Кстати, не понимаю, почему мы в минус такой уходим. Наверное, надо... Да, содержание армии 38. Содержание колонии 8. Так, ну ладно. Сейчас мы с этими тут разберемся. Нехватка защитников. Швибли-дубли. Испания вообще всего пропала. Нет ее нигде. Но оно и понятно. Так, осаду мы тут где-то выиграли. Франция и вместе. Эту войну мы закончим. Осада помирания. С этим, может быть, Австрия хочет, чтобы мы вышли из войны. Я не удивлюсь. Да. Ну, правда, что она нам... Во-первых, она нам мало чего может предложить. А во-вторых, я не хочу тратить... Ну, то есть, дополнительные отношения с Францией, это всегда хорошо. Так, все, заключили. Мир. Прекрасно. Давайте сваливать тогда отсюда. А, что? А, это какое-то одно государство заключило. Вот это вот. Брэнденфрунденфрунг. А этих мы можем возвращать сюда. Впрочем, как и... Ну, вот эти, ладно. Пусть пока тут потусят еще. Ой, у нас тут эти самые хулиганят. Сейчас мы их накажем. Так. Объединитесь. И денежки у нас в минус идут. Но тут пара территорий осталось. Он уже 18. Смотрите, вот эти мы сейчас заберем. Давайте, кстати, помогите их забрать. Может, как-то ускорят этот процесс. Так. Раскрыли, да, нас? 27. Господи. У нас наемников, мама, не горюй. Так. Поддержать повстанцев. Полоцкие. Давайте Полоцких поддержим. Может, они отделятся от Литвы. Как там говорится, разделяй и влавствуй. О! Сбалансированный правитель. Если он будет пытаться найти баланс между войной, дипломатией и торговой, не может выбрать для себя какой-либо единственный путь. Может быть... А, это вообще не наш. А у нас человек. Может быть, знаете что? Может быть, это мы... Ну, как бы... Как сказать, человек имеет в виду, что игрок. А мы можем видеть, как себя... Ну, компьютер будет себя вести, понимаете? Что бы предугадывать. Его шаги и шанс восстания или престиж? Война маркобесия. Ха! Ну, от этого я не могу отказаться. От вой... От волны маркобесия. Так. Ну, и последнее осталось выиграть. Давайте. А, вот еще вот здесь вот. И... 21 уже, кстати. Процент. Это неплохо. Так. О, как раз. Как раз где надо они появились. Не знаю, кстати, почему у них очень низкий шанс, на самом деле, тут. Ща, Костелия, потерпи еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть потерпи. Все, осады, шейти. Уже 23%. Осталось вот это вот захватить, и можно будет договариваться. Пока 23%. Все. Что-то... То, что я там освободил, ничего не изменило. Ну, ладно, что. Давайте посмотрим. Нет, нам, видите, чуть-чуть не хватает. Азов нам не так нужен, но вот Кафа нам нужна, конечно. Потому что она представляет большой интерес. Гениально объяснил. Разумеется, у нее денег, мама, не горюй. Можно просто спокойно брать. 260, как говорится. Ну, освобождать тут некого. Генуя, это все ерунда, освободишь, там сразу кто-нибудь другой захватит. Ладно, оставим мы им Азов. Пусть будет. Как бы он не представляет такой большой ценности, как Кафа. Но Кафа мы заберем. Отправить требования. Все, ребят. Мир есть мир. Давайте тут отстраивать. 102, господи. 102. Тут 64 зато всего. Ну, тут много. Так, и нам надо... О, мы еще тут воюем. Надо же. Так, ладно. Тут у нас соточка. Возвращайте. Тут у нас соточка. Взбой с ней, возвращайся. Тут все правильно. Так, ну, надо собирать все войска. Вот. Где их собрать-то? Давайте вот тут 57. Вообще отлично. Мы тут построили, я помню, крутую крепость. Или нет. Или не здесь. Или мы там ее построили. А, так. Новая, кстати. Враг нашего врага. Штирия. Что за штирия? Где это вообще? Я такое вообще даже не знаю. Штирия. И штирит, походу, по полной. Так, а где у нас штирия? Вот кто-нибудь знает вообще? Может быть, где штирия? Гошан, не знаю, штирия. Прям вообще. Ну что ж, благодаря за внимание. Мы отвоевали вот этот вот кусок. Закончилась наша война с Испанией. Я доволен, как она закончилась. Так вот, надо будет отбить. Разумеется, мы дальше начнем... А, мы еще и Курск забрали. Вообще шикарно. Начнем готовиться к войне с вот этими вот странами. Нам надо будет забрать себе Крым. Добить его. Добить Казань. И потихоньку начнем где-нибудь вот тут вот мракобесить. Ну, ладно, не тут. Вот тут вот. Потому что Мин это серьезные ребята. В отличие, скажем, вот от этих вот. Там узбеков. Узбекское ханство, точнее. А риск. Ну, всякие там орды. Это просто сладкий кусочек. Их очень легко забрать. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Будьте счастливы. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!